Привет! Мы смогли прожить целый день на 100 рублей, потом на 50. И казалось бы, ну куда уже дальше, на 10 рублей что ли? Нет, сегодня мы проживем на целых 0 рублей. Денег нет, кушать куки не вариант, а Степа маленький, сильно не наешься. Надо выходить из дома. Рядом был парк, в котором дети кормили голубей. Голуби большие, упитанные такие. Хотя, словить их сложно, да и люди вокруг. Но мы же сильнее и умнее голубей, можно отобрать у них печеньки. Стыдно, поэтому бежим отсюда. Возле фонтана мы заметили не менее хитрую сороку. Она ходила по краю и высматривала в воде лягушек. Потом ловила их и съедала. Вот у кого надо учиться выживать. Дальше мы пошли на окраину города и в кустарниках нашли шиповник. Собираем и кладем в кармашек. Сразу рядом были ягоды калины. Все берем, все пригодится. Потом мы наткнулись на крапиву. Она колючая, но съедобная. Срываем только молодые вершки. Они самые нежные и вкусные. У дороги часто растет лопух. Наверное, все его знают. Нужно нарвать этих листьев и оставить себе только их стебель. Пройдя чуть дальше, мы наткнулись на ничейную яблоню. Под которой была куча опавших яблок. Было видно, что они никому не нужны. Но нам-то они нужны, как никому другому. Заодно сорвали ветку знакомого нам зверобоя. Мы знали, что недалеко расположено поле. А на поле всегда растет какая-то еда. Это было поле с подсолнухами, которые уже были собраны комбайном. Остались только палки без шляпок. Но среди палок затаилась одна уцелевшая шляпка с семенами. Ура! Семечки пригодятся, ведь они очень питательны. В нескольких метрах лежала еще одна шляпа побольше. Потом мы нашли еще и еще. Это джекпот! Жажда халявы приказывала нам собрать целый пакет подсолнухов. В один момент на дна не начала пролетать стая уток. Это было знаком того, что они куда-то летят. И что нам пора домой готовить завтрак. По дороге назад мы прихватили ромашку. И у нас получился отличный набор для приготовления чая. Чтоб сэкономить время, мы сразу заварим литровую банку. Которой хватит на целый день. Вместе с шиповником мы принесли вот такую маленькую гусеницу. Это хоть и мясо, но его очень мало. Посмотрите, как в ней пульсует что-то. Кушать мы ее не будем. Все, переходим к готовке. Нам понадобится крапива и стебель лопуха. Нужно перебрать крапиву, оставив только самые лучшие ветки. Поставить в кастрюлю и залить кипятком на 2 минуты. После чего слить воду и отжать листья. Теперь берем стебель лопуха и хорошенько моем под краном. Некрасивые концы надо удалить. И порезать все остальное на примерно вот такие кусочки. Закидываем их в воду и варим 10 минут. Возвращаемся к крапиве и режем ее на мелкие кусочки. Высыпаем в миску и добавляем стебели. Теперь достаем отжатые у голубей печеньки и мелко нарезаем. Высыпаем в миску. Хорошенько перемешиваем. И получаем вот такой салат Цезарь на минималках. Нальем чайку и завтрак готов. Скажем честно, салатик сложно назвать самым вкусным. Но учитывая то, что мы выживаем за 0 рублей, все не так уж плохо. Просто жуем и глотаем. Теперь нам нужно готовиться к обеду. Выламываем на улице длинную палку и вспоминая наше видео о самодельной удочке, запиливаем себе шикарную удочку и накопав червей идем ловить рыбу на какой-то водоем. Удача улыбнулась нам и за несколько часов удалось словить целых две рыбки, хоть и небольших, но нам хватит. С собой мы взяли небольшую лопатку. И нам опять надо искать лопухи. Но на этот раз мы будем умнее. Не будем кушать вершки, а выкапываем корешки. Копать надо глубоко, ибо корень длинный и надо его вытащить полностью. Отрезаем листья и тащим все домой. Нам понадобятся два корня, которые нужно помыть. Один корешок откладываем, а второй надо почистить. После чего нарезать кусочками и бросить в воду, так как на воздухе они начинают чернеть. Теперь берем рыбу, хорошенько очищаем от всего ненужного и ставим вариться корень. лопуха. Вода немножко пожелтеет, но это не страшно. Через 5 минут добавляем рыбку и пару колечек стебелей. Если у вас нормальные соседи, то можете попросить у них немножко соли. Так будет вкуснее. Через 10 минут наш обед готов. Уха получилась очень даже съедобной. А сама рыбка вообще супер. После обеда достаем подсолнухи. На них много семян, которые придется извлекать вручную. Если приловчиться, то дело пойдет быстрее. В итоге мы получили целую кучу семян. Но есть проблема. Они перемешаны со всяким мусором и его нужно как-то отделить. Мы попытались автоматизировать процесс отделения семян от мусора. Мусор гораздо легче семян. Поэтому он легко сбивается потоком воздуха и летит в дальнюю коробку. Семена же тяжелые и падают сразу вниз. Таким образом мы сэкономили кучу времени. Ибо перебирание всего этого вручную могло бы занять несколько часов. Теперь берем сковороду и прожариваем семена. Так они станут более вкусными и будут легко очищаться. Степа учуял семечки и взял немножко себе. Получается мы еще и хомяка кормим. В общем семечек получилось столько, что хватит надолго. Добавив яблочко, можно пощелкать и перекусить после обеда. Куки, ты-то семена точно не будешь кушать. Теперь берем вторую рыбу. Хорошенько солим. И делаем небольшие надрезы. Дальше берем яблоко и вырезаем из него середину. Помытый корень лопуха ставим в небольшую емкость с водой, чтобы он не пересох. И подготовив противень, складываем все ингредиенты на него. Теперь прогреваем духовку и ставим все это запекаться примерно на полчаса. По прошествии времени достаем обратно. И начинаем чистить наш корень от кожуры. Пока не доберемся до его стержни. Нарезаем стержень на кусочки и наш ужин готов. Выглядит все достаточно аппетитно. Корень на вкус слегка напоминает картошку. Хотя он не такой мягкий. Но рыбка исправляет ситуацию. И вместе это можно нормально кушать. На десерт запеченное яблоко и оно просто супер вкусное. И так мы смогли пропитаться целый день за 0 рублей. Это было не так вкусно как с деньгами, но вполне терпимо. Теперь вы готовы к любой ситуации.